здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться мои дела садовые 3 серия приглашаю вас мой сад вишня набрала бутоны и это означает как только раскроется цветок полетит луковая муха и я буду к этому готова сейчас я просолю пищевой поваренной солью грядки с луком в соленую землю муха не полетит откладывать свои я обычно в это время лучок уже стоит высоту приблизительно сантиметров 10 и вот такой лук я просаливаю в этом году весна опоздала очень надолго почти что на две недели поэтому грядочка еще пока выглядит вот так лучок не взошел но муха знает что он там и она полетит сюда откладывать яйца в землю но мы приготовили есть сюрприз соль сейчас я просолю и покажу вам каким образом я это делаю как много я сыплю соли просто подсаливаю вот так вот как салат подсаливаю я подсаливаю вот так землю не надо бояться что мы засолим землю вы представляете как мы ее засаливаем минеральными удобрениями вот то вот эта пищевая соль в моем количестве просто ничто для земли по сравнению с тем что мы туда наваливаем виде минеральных удобрений все она не полетит сюда ни за что откладывать яйца проверено десятилетиями но успеть нужно именно в этот момент когда бутоны на вишне если вишня распустилась муха уже в земле лук порей лук эксибишн который сажала я чуть раньше тоже весь просыпан я очень давно ждала такого момента чтобы вам показать как выглядит земля в природном земледелии которая собственно говоря вот подсохла да здесь посажен горох но горох еще не взошел а тем не менее прошло уже ну больше недели и посмотрите пожалуйста как выглядит земля вы не увидите вот такой картины как в копаной земле такой картины не будет потому что эта земля в структуре в правильной даже вот видно да как вот эти все значит малышатики там кто перерабатывает они вот все 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 это в дырочках так и сделали смотрите как она впитывает землю она не и не отталкивает ни капельки воды вода никуда не летит никуда не скатывается она просто питает так как должна питаться вообще земля вот правильная земля в природном земледелии вот так вот пьет воду никуда вода не скатится ни одной вот капельки даже мимо понимаете она все возьмет каждую капельку все возьмет видите как она интересно пьет первый день у нас установилась просто жаркая такая погода и я открыла капусту и обнаружила вот что кто-то уже принялся кто не будем даже разбираться муравьи и слезняки кто угодно может сейчас будем принимать меры обычно я смешиваю соду с острым перцем красным или черным неважно пропорции тоже не важны вот прямо пачку соды и туда пачку перца и перемешиваю это все и начинаю опудривать мульчу если это под мульчей и вот так вот землю вокруг растений если это еще пока не замульчирована сейчас я это сделаю потому что посягательства начинаются уже сейчас так выглядит опудренная земля и муравьи конечно же не подходит там где сода потому что муравьи сами по себе кислые а сода это щелочь и щелочь для них это просто но неприемлемая среда они терпеть не могут соду поэтому они уходят перцы и баклажаны я приготовилась посадить в теплую грядку я наметила при помощи золы вот сеяные залы посадочные места сию сажаю я растение приблизительно на расстоянии 50 сантиметров а так как у это теплая грядка она была замульчирована и всю зиму здесь работали просто непрерывно почвенные жители и делали мою почву плодородной то добавлять никаких удобрений кроме зал и конечно же я не буду зола это калийное удобрение и микроэлементная добавка в одном лице но вот видите как бы уже вся мульча почти съедена за зиму вот такой вот ничтожный слой остался маленький поэтому конечно же как только появится у меня мульча я буду обязательно мульчировать грядку для того чтобы не росли мои сорняки вот смотрите видите мульча исчезла и сорняки полезли а под мульчи не растут никакие сорняки никакие поливы мне будут не нужны никакие подкормки не нужны фактически я просто посажу растение замульчирую и все на том и заканчивается мой уход конечно же баклажаны перцы это тропические растения и их на я подстрахую укрывным материалом и вот таким вот памперсом это укрывной материал и пленка сверху получается там теплота невероятная в общем-то все как любят а это для огуречные сейчас я вам показываю огуречные то же самое я сделаю вот на баклажановой и на перцовой вот такой вот теплые грядки и ну и и и и и и Продолжение следует... И перцы, и баклажаны при посадке я заглубляю тогда, когда они попросятся. Вот видите, корешочки вот здесь вот такие дополнительные идут по стволику. Он мне говорит, я готов, меня нужно заглублять. А вот здесь вот пупырышки. Так вот, по эти вот пупырышки как раз я его и заглублю. По семидоли. Он попросился. Если перец не просится и баклажан не просится, то я их не заглубляю, а сажаю так, как они посажены в стакане. Я закончила. Высадка заняла у меня буквально, опять же, несколько минут. Я просто слегка вспушила землю, поверхностный слой, прямо вместе с мульчей, потому что слой ее очень тонкий. И рыхлила совочком землю вместе с золой. Сажала по одному корню и, в общем-то, по два корня посадила. Просто уже не хватило мне немножко местечка. Ничего страшного, я просто их поформирую получше. Сажала я и перцы, и баклажаны после чеснока. В том году в теплой грядке рос чеснок. Сейчас я укрою все для страховки укрывным и пленкой. Мульчировать я еще раз буду, конечно же, тогда, когда мои растения укоренятся как следует. И я увижу хорошие зеленые взявшиеся макушки. Прогрелась грядка вертикальная для огурцов. Она была под памперсом. Памперс – это укрывной материал, а сверху пленка. И земля там просто теперь, можно сказать, как в тропиках. Там очень-очень тепло. И огурцы будут прекрасно приживаться в такой земле. Сейчас я просею золу поверх земли. Мульчи там нет, я ее уже сняла неделю назад, когда прогревала эту грядочку. Просею золу, подрыхлю всю земельку. А посадочные места, с каждой стороны будут посажены у меня по три растения. Посадочные места я прорыхлю более основательно с помощью совочка. Вот так выглядит моя рассада огурчиков. У меня будет посажено 33 сорта. Мамлюк, примадонна и ацтек. Каждого по два растения. Всего у меня растет шесть растений. Много мне не нужно, потому что с шести растений я насолю, намариную. И наемся, конечно же, до отвала этих огурцов. Потому что вертикально получается, в общем-то, много. Но много мы и не едим. Зачем растить, чтобы потом не знать, куда их девать? Правда? Вот такие вот хорошенькие. Обратите внимание, вот они такие пупырышки внизу на стволике. Это означает, что огурчик просит немножко подсыпаться. Если такие есть, то подсыпать нужно. Если таких нет, то, конечно же, и подсыпать не надо. Я буду заглублять до пупырышков. Сажать вот в эти посадочные места, которые я предварительно нарыхлила как следует совочком в глубину. Огурцы не терпят никакого раздирания корней. Поэтому предварительно рассадку мы с вами поливаем. Корневая система, посмотрите, пожалуйста, какая у них хорошая и замечательная. Мы ее вот так чуть-чуть слегка обжимаем. Стаканчики чуть-чуть, просто слегка. Без всяких вот таких вот, знаете, сильных телодвижений. Слегка обжали, и он с удовольствием отдаст нам стаканчик. Вот так вот мы вынимаем. И просто сажаем его до тех, до того места, где последний пупырышек находится. Вот он у меня. И до пупырышка я его, и заглубляю. Все. Теперь я сейчас полью его тепленькой водичкой, специально подогретой. Потому что здесь грядка подогрета для огурцов под памперсом. И здесь очень такая комфортная температура. Вот так в природном земледелии, мои дорогие друзья, все делается быстро. Буквально за считанные минуточки. А результаты просто потрясающие. Все, что сложно, это ложно. Такой мой девиз в природном земледелии. Земледелие очень простое и в удовольствии. Вот оно, правильное земледелие. Черемуха цветет. Запах пьянящий просто по всей округе. Восторг просто щенячий какой-то. Все мне так нравится. Соловьи поют. Все так красиво кругом. Лес зелененький стоит. Одежда у него прекрасная, обновленная. И это означает, что земля прогрелась и можно сажать картошку. А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие. Да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя. Всем любви и счастья. Пока-пока.